Йоу-йоу-йоу-йоу! What's up? Это было в детском саду. Мы смотрели, как одна девочка бегала в туалете и пыталась раздеться. Она была немного умснадсталой. Это факт, поэтому такое вытворяла. Молодней подсмеивались. Но это было давно, три года назад, когда мы с другом пришли за младшей сестрой и увидели это и решили воспользоваться моментом. Да нет, конечно. Это было реально давно. Мы были мелкие и мы как бы не особо понимали, что над таким смеяться нельзя. Оно было все равно забавно. Это грех, это ужасно. Мы подсмеивались, посмеивались, ну слегонца немножечко, но в итоге говорили типа снимай уже трусы свои. Но нет, по такому не говорили, но она все равно сняла свои трусы. И я увидел, да. Не знаю, чем закончилось. Скорее всего, воспитательница просто нас вышвырнула оттуда. Дело даже не в этом. Дело даже не в этом, а в целом в течение жизни, когда я потом встречал голых женщин, в основном это было по телевизору, только тогда так и было. Я понял, что мне не нравится женская вагина. Точнее, не она, а то, что вот сверху. Да, вот эта штука. Ну, баб, у них же там все через жопу, если вы понимаете. Я не гей. Я не говорю, что мне нравятся члены. Я не об этом. Я просто про человеческое тело, понимаете? То есть как бы да, я был в душе с мужиками там, в сауне, но и мне не нравились писюны. Нет, я смотрел и тоже это как бы не было восторга. Просто здесь я увидел и как бы я смотрю и думаю блин, где член? То есть ощущение, как будто что-то не хватает. Как-то очень странно туда гладкая куркла Барби. А вот у женщин, может быть, наоборот, ощущение, что что-то лишнее тут болтается. И я даже сейчас не про все это хочу рассказывать. Я про, в принципе, про человеческое тело хотел упомянуть. Поэтому я могу сказать, что люди реально стрёмные. Особенно после зимы, когда ты не видел голых людей. В принципе, они все в одежде, укутаны и так далее. Единственное, что ты видишь это лицо. И тут ты приходишь на пляж, а там просто лежит свинина такая, обтянутая лямками. Как это, колбаса в сетке, знаете? И причем я не смеюсь над жирными. Дело даже не в этом. Хотя можно. Но я делал не в этом. Над любыми. Это еще ладно. Понимаете? То есть вот он в целом, лысый. Человек, что это? Лысый такой, обтянутый кожей. Где-то волосы растут, где-то тут волосы. Тут волосы. Тут все остальное. Лысое, стрёмное, страшное. И это чудовище еще будет въебываться на какого-нибудь сфинкса, кота лысого или голого землекопа. Мол, фу, какой он лысый, лысая крыса. А ты-то прям сильно отличаешься. Ты себя видел? Ты как бы тоже лысый, ничего. Ну, типа, крысы, они обычно лохматые. Ну, обезьяны тоже обычно лохматые. А ты что-то лысый какой-то. И это еще ладно. Типа, там есть еще более какая-то хрень. Посмотри на свои пальцы. Что с ними? Они кривые, мозолистые, страшные. Убери их. Мне страшно. Например, чувак какой-нибудь лежит или там идет, у него хребет торчит, только на коже держится, весь обтянут, костлявый такой. Тоже страшно. И знаете, я думаю, дело в том, что еще, может быть, это, конечно, из-за замкнутости. Посмотрите. Из-за замкнутости какой-то некой. Потому что, например, еще такой момент. Мне в порнухе никогда не нравилась лизальня. То есть, ну, вот это вот все. Письюные во рту там и прочее, прочее, прочее. Как бы, я не знаю. Ну, вот такая у меня реакция на это. Вот серьезно. Ты смотришь на это, как бы... Черт. Знаешь, я этой штукой сумочой в унитаз. Зачем ты ее в рот взяла, а? Ну, реально. Вот подумай, зачем? Я понимаю, что, да, возможно, приятно, но, твою мать, все равно это странное ощущение. Могу от него отделаться. Я думаю, если бы я даже вот на девочку залез, ставил бы, я бы не смотрел туда, потому что там нет ничего красивого. Там страшно. Тити прикольные, да, может быть, их помять можно или еще что-то. А там, как бы, и все. Там страшно, понимаете. А что там? Там ничего красивого. Пасть осьминога. Ужас. Как бы это, по сути, такой внутренний орган, куда ты пихаешь что-то. Поэтому я просто... Ты закрываешь пробой, ну и любуешься птицами, и все. В этом суть получается. Так что люди в целом стремные. Не только внешне, кстати, но и по поведению. Бабу видел с волосатыми ногами. Я редко такое вижу. Она еще колготки натянула. Ну, они не мохнатые, конечно, как мужские, но все равно ты смотришь... Сука, сбрей их, нахуй. Прямо сейчас, блядь, на бритус. Брей, сука, я тебе сказал! Брей, блядь. Мне плохо сейчас, Найдь. Слышишь, что я говорю? Ну, реально, пожалуйста. Да, к слову о волосах. Волосы. Вот какого хера вы выпадаете на голове? Да? Как бы... Съебитесь с лобка. Типа, нахера я там прическу не собираюсь делать? Пизду, она нужна. Ну, правда. Подмых. У кого-то с жопы. Нет? Давайте мы свалим с головы еще, чтоб ты розовое чудовище стала еще страшнее. Ну, молодец. Отлично. Найс. У меня еще один вопрос. Зубы. Хух, ху... Я вообще одноразовый. Вот серьезно. То же самое. Такая же непонятная вещь. Еда это... Еда это же главное в жизни. В принципе, это по сути то, почему сейчас на земле есть 7 миллиардов людей. Потому что мы ели, 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 ели. Ну, трахались. Ели, ели снова. И вот наели на 7 миллиардов человек. И что это? Зуб. И все, и выпал, и пипец. И что, с ума сошел? А если орешек попадет слишком там твердый или еще что-то? Почему один раз-то? Ну, в детстве, окей, там, ладно, челюсть выросла. А сейчас-то че? Мешает, что ли, еще раз вырасти? Как бы... Еда же главное. Я же говорю в натуре. Зачем мне ногти на ногах? Дайте зубы лучше вместо этого. Удобнее жить. Нет, безусловно, организм это невероятная вещь. Если вы начнете изучать какую-нибудь биохимию, химию организма, цитологию, ну, клеточное все это строение, а на молекулярном это всем уровне, то это действительно удивительно. И у вас волосы станут дыбом. В носу, кстати говоря, еще. Спасибо за это еще. Да, и в ушах бывает. Да, это страшно. И организм невероятно... кажется невероятно целесообразным, невероятно сконструированным так, что неудивительно, что может произойти какая-то ошибка в целом в организме. И она происходит. И когда она происходит, вот это... Начинается это самое ужасное, на самом деле, потому что... Это пипец. Иногда... Просто в любой момент у тебя может на иммунитет просто совершить революцию и просто... Просто начать пиздить твой организм, собственно говоря, потому что... А потому что а хрен он знает почему. Просто так. Просто у тебя все сыпаться, начнет... Наверное, что-то подхватил. Вот. Что-то подхватил. Ничего ты не подхватил. У тебя просто сам организм с себя начинает херачить. И самое страшное, что... Ведь ты это осознаешь. Тебе... Тебе просто говорят, что ничего нельзя сделать, потому что свой организм сам себе убивает. И... Ну, и наука вот ничего не может с этим делать. Ты сидишь, это осознаешь, что ты медленно чахнешь. И вот это, кстати, еще одна проблема мозгов. Вот. Вот, пожалуйста, тебе. Да? Существо, которое осознает, может легко осознавать, причем до ужаса просто, что с ним происходит, какова его, каков его финал. Это вообще отдельная история уже, философия и так далее. Ну, это же пипец. Да, это ужасно. Лучше пускай, чем это все, лучше пускай волосы в носу растут, косички будем заплетать, чем вот это вот все. Потому что вот так вот бредет какая-нибудь одна клетка, просто вот так вот раз, скажет, сломается и так скажет, ну все, теперь мой новый лайфстайл по жизни. Теперь я буду не такой. И теперь я буду пускать метастазы по всему организму и трахну вас всех. Да. Ищите меня везде. Да. Ужас. Пиздуется лучше.